МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. Главное сделано. На стадионе Волгоград-арена завершены строительные работы. На карте Волгоградской области появилась еще одна горячая точка. Главного вербовщика жертв салона красоты Бьюти Тайм изолировали от общества. Весна идет, весне дорогу. Мартовские морозы не испортили волгоградцам настроение. Сегодня в Калининграде завершается трехдневный медиафорум независимых региональных и местных СМИ. Волгоградскую область представляют четверо журналистов, лауреатов премии Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». В списке победителей и представителей информагентства «Высота-102» Елена Третьякова. Всего лауреатами стали 350 представителей СМИ, съехавшихся в янтарную столицу России со всех уголков страны. За три дня форума журналисты обсудили наболевшие проблемы отрасли, подискутировали о новых вызовах, которые ставят время перед профессией, и актуальных запросах аудитории. Накануне журналисты посмотрели послания президента федеральному собранию и первыми услышали мнения политических экспертов о речи лидера страны. Сегодняшний день для участников форума также напрямую связан с главой государства, который по традиции встречается с лауреатами премиями Народного фронта и отвечает на их вопросы. Строительство стадиона «Волгоград-арена», стартовавшее в начале 2015 года, завершено. Главный волгоградский объект предстоящего чемпионата мира по футболу осталось лишь благоустроить, провести освещение, установить систему безопасности и организовать пешеходные транспортные зоны. Работа кипит, ведь уже в конце апреля на стадионе пройдет первый тестовый матч между командами «Ротор Волгоград» и «Луч энергии» из Владивостока. А в мае там же состоится и финал Кубка России. Напомним, что во время самого чемпионата мира по футболу на волгоградском поле встретятся команды Польши, Японии, Англии, Туниса, Нигерии, Исландии, Саудовской Аравии и Египта. В город на Волге должны приехать тысячи болельщиков. Экологическую ситуацию в Светлоярском районе, давно ставшую горячей темой, обсудили сегодня представители власти, промышленники, общественники и ученые-экологи на заседании рабочей группы экосовета при Волгоградской облдуме. Главными стали вопросы о состоянии прудов-накопителей в районе, размещении отходов, состояние воздуха. Также поднимался вопрос переоснащения промышленных предприятий Волгоградской области экологически безопасным оборудованием. Большинство из них уже понимают эту задачу. У них разработан ряд мероприятий. Они начинают уже закупать оборудование, которое будет способствовать, то есть производить модернизацию для перехода на наилучшие доступные технологии. И совершенно не случайно в своем послании Федеральному собранию президент страны поставил задачу. С 2021 года все предприятия должны перейти с повышенной категорией риска на наилучшие доступные технологии. Наша задача способствует этому с открытым диалогом, с конкретной системной, постоянной работой с ними и убеждением. Всего в Волгоградской области сегодня работают 56 предприятий, представляющих повышенную опасность для окружающей среды. Главного поставщика клиентов в косметологическому центру Beauty Time на два месяца арестовал Центральный район и суд Волгограда. Ольга Переверзева руководила телемаркетинговым отделом компании и отвечала за обзвон настоящих и будущих посетителей косметологического центра. Доверчивых людей заманивали под видом прохождения бесплатной диспансеризации, а потом пугали жертв обнаружением у них страшных болезней. Вылечить эти ужасные заболевания им предлагали за счет дорогостоящих процедур, под которые и навязывали кредиты. Через счета компании прошли более 100 миллионов рублей. Количество пострадавших от деятельности компании исчисляется сотнями. Руководство центра задержали сотрудники полиции и ФСБ. В СИЗО уже отправилась Наталья Глушкова, которую следователи считают организатором преступной схемы. Еще четыре высокопоставленные сотрудницы фирмы находятся под домашним арестом. Когда же начнется весна? Такой вопрос все чаще задают многие волгоградцы, уставшие от сурового последнего месяца зимы. Ведь и начало марта не принесло долгожданного тепла. Другие же, несмотря на стужу и метель, отмечают появление в природе чего-то нового. Журналисты высоты 102 спросили у волгоградцев, ощущают ли они окончание зимы и как создают себе весеннее настроение. Весна – это для меня период каких-то новых целей, новых сил, новых событий. Ну и, конечно же, хорошего настроения, позитивного. Что все-таки зима, пусть и по календарю, но она уже закончилась. Ждешь ты каких-то позитивных событий, то это и есть весна для меня лично. Зелень, наверное, первая должна быть. Вот тогда весна уже. У меня дома весеннее настроение. Дети, жена. Вот оно весеннее настроение. Я чувствую приближение весны, особенно сегодня. Такой замечательный весенний день. Снег идет, но уже понятно, что весна уже пришла. Вот пахнет весной, понимаете? Вот прям пахнет. Ну, жизнь прекрасна, скоро выборы и вообще все хорошо. Что нужно, чтобы весной почувствовалось? Тепло. Тепло? Да. Любовь, любовь. Любовь – это самое главное. Да, чувствую, конечно. Мы из Сибири сюда к вам приехали строить замечательный стадион. У нас там минус 40, здесь у вас минус 10-12, так что весна чувствуется. Да, девчонки юбки короткие одевают, колготочки в сеточку. И все красиво на улице. Все зеленеет, травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весной в сене к нам летит. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова